Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как правильно подойти к вопросам проведения капитального ремонта в доме? Как контролируется работа подрядчиков и что зависит от самих жильцов? Об этом говорим сегодня и в нашей студии два председателя Советов МКД в Железнодорожном районе. Ольга Гришина и Людмила Чекмезова. Здравствуйте, Ольга Ивановна, Людмила Николаевна. Здравствуйте! Прежде чем погрузиться в эту тему капитального ремонта, в частности в доме, давайте еще раз расскажем, что входит в капремонт, потому что люди до сих пор часто путают. Говорят, а у нас вот мы и так платим за ремонт в квитанциях. Текущий ремонт. А капремонт, что он предполагает? Капремонт предполагает пять составляющих. Это ремонт кровли капитальной, ремонт фасада, ремонт лифтового хозяйства, ремонт инженерных сетей и коммуникаций. Ой, так и что еще? В общем, такие объемные работы. Вот такие объемные фундаменты. Да. А, фундаменты цоколя. И поэтому в основном вид работ определяется по оценке ГЖИ на основании актов весенне-осеннего осмотра, которые проводит управляющая компания. Ну, соответственно, сюда еще берутся во внимание жалобы и просьбы жителей. А вы уже столкнулись с капитальным ремонтом? Уже какие-то виды провели? Наверное, вы первопроходцы. Да. Уже что-то знаете. Мы, да, оказались действительно первопроходцами. Проблемка еще в том, что дом у нас деревянный, двухэтажный, двухподъездный, малая собираемость денежных средств. Казалось бы, маленький объем для работы, ну, не такой большой, как в квартирном, а тут тоже минус, мало денег. Да, финансированный, то есть от жителей тоже небольшой. А проблемка большая. 48-й год постройки, деревянный щитовой дом, который оштукатуренный и пришел в такое непотребное состояние. Но дома у нас по Красноармейске, это внутриквартальная территория, такого же качества. Вот еще четыре дома, и мы, в принципе, в одинаковом плачевном состоянии. Когда нас внесли в реестр капремонта на 2014 год, сначала как-то все было, да, мы ждали, ждали. Ну, были несостыковки, как всегда. Все как-то это постепенно разрешилось. И спасибо большое, конечно, Николаю Ивановичу Меркушкину. Последнюю точку в начале ремонта нашего дома – это то, что при его общении с жителями нашего района у микрофона задала вопрос, что дом – это не дамские перчатки, которыми похвалился и в сумочку убрал. Он какой есть, такой и есть, стоит на виду. И с течением времени он становится еще хуже. Ничего в лучшую сторону не менять. Вот после этого у нас, конечно, пошли сильные подвижки. Нас отремонтировали в авральном порядке. Ну вот, адрес был на заметке. Да, да. И вы отработали. Людмила Николаевна, вы как начали? Ну, мы как начали тоже, значит, была дана команда все-таки собрать все вопросы, все сведения, что же бы жильцы хотели сделать в этом доме. А вот собрание изначально удалось собрать? Удалось. Потому что самая проблема большая. Удалось. Ну, почему я хочу сказать, я не хвалясь, скажу, мне повезло с моими жителями. То есть они, и может, им повезло со мной, я не знаю. Это вместе, совместно. Да, да, да. Практически я вот начинаю, значит, с улицы, встречаемся, говорим, давайте проведем собрание, вот такие-таки вопросы. Да, откликаются. Но назначаем, пишем объявление, значит, это самое главное. Вдруг я забуду, через домофон мне дозвоните. Ну, и обычно старшие, у нас есть старшие по подъездам, вот есть совет, который у нас избран, работают, конечно, они неплохо, нормально, хорошо. Все цветоводы, любители, у нас там газоны, цветы, у нас это самое даже... А вы сами сколько уже вот представители? Я практически с 97-го года. А, вот в чем секрет? Живу я в этом доме 72-го, да, и все жители практически живут там со дня, как говорят, с дачи дома. И вот друг друга, как говорят, изучили уже по всем. У нас и семейные праздники, у нас и дворовые праздники, мы и Дня рождения, и Новый год справляем, и Масленицу. То есть у нас дом такой вот очень хороший. Главное, собрание, собрать не проблема. Вот для того, чтобы начать капитальный ремонт проводить, даже определить вот начало, какие виды сначала, нужно обязательно собрание жильцов? Это собрание, обязательно, обязательно. Значит, мы все, вот я им сказала, что у нас вот это, вот это, что по текущему ремонту сделано, что бы мы хотели. Но все сначала растерялись, значит, в таком, что скажешь, что и будет. Я говорю, ну вы знаете, мнение мое, а мнение ваше. Ну вот половину на половину разделились. Давайте инженерные коммуникации, а другие давайте фасад, потому что дом не панельный, а это самое блочный. То есть это вот короткие блоки и очень много межпанельных швов, и дом постройки 68-го года, естественно, эти швы уже давно закончили свое существование. А если где-то там что-то, чего-то делают, там просто, знаете, уже не цемент, а зола. Ну и, собственно говоря, мы все сдали в администрацию. Администрация, конечно, без нашего, я буду сказать, просьбы все-таки проставили нас на 21-й год. Ну и когда мы получили все эти документы, значит, собираю собрание, довожу до сведения, все, конечно, в облачном состоянии. А зачем? А 5-е, 10-е, те, что у нас за инженерные коммуникации, я им доложила. Мы с текущего ремонта же видели, воду поменяли в подвале, канализацию поменяли, отопление поменяли. Ну, конечно, отопление поменяли. Я очень благодарна, значит, и городу, и депутатскому корпусу все-таки нам помогли, потому что отопление было в аварийном состоянии, и когда город отключал все-таки дома по аварийным ситуациям, дом не запускался сразу. А если морозы остановили в 2014 году, в январе месяце дом не запустился, подъезды разморозили. Так что вот все это было описано, я и была у президента городской думы у Фетисова, где четко и ясно наших депутатов в департаменте ЖКХ, где четко и ясно по этим протоколам были поставлены, что в следующую зиму дом не прозимует. Мы тут, значит, срочно меняем вид работы, пишем протокол, собрание и опять уносим на всю комиссию. Где комиссия все-таки рассмотрела по рекомендации и по просьбе все-таки администрации, депутатского корпуса, дом двигают на 2016-2017 год. Вот, ну, конечно, естественно, очень все обрадовались, прям, вы знаете, ура, ура, как дети. Вот, но с утеплением. Ну, и, значит, когда мы коснулись этим утеплением, значит, прихожу к рекоператору, к начальнику, он говорит, Людмила Николаевна, вам крупное не повезло. Я говорю, в чем дело? Ну, 15-й год вот остановились без этого самого энергетического паспорта. С 16-го года срог энергетический паспорт. Ну, я, собственно говоря, знаете, так, сдвинула брови, подумала, подумала, нет, стоп, мы все-таки не будем откладывать долгие ящики. Я, значит, бегу на управляющую компанию, пытаюсь им доказать, они там, это, на меня смотрят, как это, на восходящую звезду, будем так говорить, и говорят, ну, а что? Я говорю, ну, давайте будем искать фирму, мне подсказали. Я собираю собрание, объясняю жителям, что 27 тысяч мы должны снять с текущего ремонта. Как бы то, трудно не было. А, возможно, такие вот с текущего на капитальный перевод денег? Нет, это не капитальный, это просто документация, мне нужно к капитальному ремонту, значит, я когда это сам. Ну, я обратилась к этому директору управляющей компании, все-таки хотели содержание жилья, он мне достает статьи туда-сюда, и, Николай, ну, вы знаете, практически, да, юридически не имею права. Хорошо, несу протокол собрания, собираю, пишем служебную записку, прошу оплатить с текущего ремонта. Ну, и практически, все-таки там срок был 45 дней, ну, опять же, вот, придя, объяснила, что я могу выпасть с графика, а все-таки ремонт фасада и утепление – это летний период только. Как долго он продлится, мне, значит, ни весенние, ни осенние дожди не нужны. Вот, ну, собственно говоря, как говорит, и комиссия приехала, и я туда сколько раз ездила, просила, давайте быстро ускорим. Ну, ускорили, сделали энергетический паспорт, где я его тоже представила, все-все-все, а не шла смета только из-за этого паспорта. Вот, все, ну, буквально я там пропадала днями и ночами. У меня же телеговорили, в 8 уходит и в 3 часа откуда-то идет. Я говорю, ползу. Ну, вот в таком духе практически теперь, значит, мы получили и смету, получили все виды работ. Вот, ну, собственно говоря, когда мы писали дефектную ведомость, мы в дефектную ведомость вписали все, что хотели видеть на своем доме. Почему, сейчас скажу, дом стоит по улице, то есть фасадная сторона, часть, и он на виду, проезжают там гости, не гости, допустим, начальство, чиновники, дом, конечно, видный. Вот, и, собственно говоря, ну, повезло, не повезло, но просто люди вот поняли, будем говорить, администрация, рекоператор, что, ну, сделать дом, допустим, фасад один раз, чем его через 10 лет опять менять. Конечно, да все так нужно сделать. И все это, да, да, да. Все хорошо и качественно. Ну, в общем, вот практически все я сдала, но теперь жду подрядчика, когда меня вызовут на торги, и буду я выбирать как ту коровушку на рынке. Понятно. Вот, Ольга Ивановна, это уже прошла работа с подрядчиками. Скажите, пожалуйста, в обязанности председателя Совета МКД что входит? Вот вы что должны проконтролировать, какие-то документы подписать, еще что-то, вот что? Ну, с началом ремонта ни одного дня я не сидела в квартире, я была на улице, поэтому у меня есть неадекватная жительница в доме, которая решила, что я так вот конкретно контролирую каждый шаг их, значит, деньги эти лежат в моем кармане. Да, 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 да. Ой, вот еще с деньгами, понимаете? И вот с утра до ночи это, если не будете контролировать, ничего хорошего не ждите. Вот главный первый совет другим председателям, которых только ждет еще. А вот еще вопрос по финансам, вы сказали, вот деньги. Вы можете контролировать, сколько у вас на счету, кто сдает деньги, кто не сдает, стоимость вот подрядчик сколько истратил, на что истратил, смет, вот как все это выглядит? Вот знаете, раньше это было немножечко, как сказать, как закрытый материал. Вот сейчас в связи с тем, что вот в декабре принято это законоположение, раньше капремонт шел по 60 ГД, а сейчас в силу вступило дополнение 9 ГД, оно так идет от 22 декабря 2015 года, но в действие вошло с 1 января. 16-го года, где уже, понимаете, вот очень много нюансов, которые для нас были недоступны, и мы за них чуть ли не бились. То здесь уже конкретно прописано, что по истечению, по подписанию всей документации, то есть расчетно-сметной документации, самой сметы, всех бумаг, все акты, сверки-выверки, через 10 дней они должны быть копии все у председателя МКД. Вот об этом гласит это новое дополнение. Здесь конкретно прописано, если вот, бывая на семинарах, на форуме были последний раз, я у Натальи Борисовны спрашиваю, я говорю, Наталья Борисовна, вот объясните, хорошо, у нас был договор, сейчас договора не заключаются. Это все идет, ну, как правильно сказать? Через рекоператора. У рекоператора все заложено, но на руках у нас ничего нет этого, нет договора конкретного. Я тогда говорю, вот вы мне объясните, какой гарантийный срок на определенный вид работы. Вот, вот что важно, да, то отремонтировали. Все прекрасно понятно, что да, где-то может срок разниться, но у нас никакой информации об этом не было. Вот в этом законе конкретно прописано, что на каждый вид работы, вот их сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть свой гарантийный срок, да? Пять лет гарантийный срок, безоговорочно. Но вот, а уже обращения свои делать по поводу устранения каких-то недостатков, то есть у меня все документы уже будут на руках. Да, вот что важно. И еще вот про деньги, встречаю тоже вот жильцов со своего подъезда, и они спрашивают, интересуются, вот мне 70 лет, а мне вот 82, а я плачу, вот как начала платить там 300 рублей за капремонт, так, почему у меня нет вот скидок? А ведь говорили, что вот кто старше такого-то возраста, у нас вот это вот утвердили уже? Нет, нет. И законили или нет? Нет, Губернская дума не приняла. Пока нет, пока нет. Это рекомендации президента и правительства Российской Федерации. Потому что, конечно, в Саратовской области, допустим, там такое нет. Каждый субъект принимает свое, понимаете? Вот с этим мы еще. В Саратове нет чемпионата мира. Примут Губернская дума, да, мы начнем. Понятно, пока, значит, можно отвечать, что нужно ждать. Вот о чем мы речим. Вот здесь вот проходило у нас во дворе сборище такое. Справедливая Россия. Где она, вот того же представителя, конкретно бабушкам, дедушкам, вы не обязаны платить? Я говорю, хорошо, вот сейчас они не обязаны платить. А пенни, которые им начислят, кто будет оплачивать? Да. Я им тоже говорю, Справедливая Россия. Они не платят, не платят, а денег нет, и работы не проведут. Кто же на постом? А потом, поймите простую вещь. Вот сейчас вот люди не оплачивают, но квитанция капремонта, она очень во многом задействована. Елементарное дело. Назначили человеку инвалидность. Согласно пенсии по инвалидности, ему еще идет выплата ЕДВ через райсобес наш, через соцслужбы. И когда человек приходит туда, у него вот все бумажечки, он на законном основании пришел. А ему говорят, а предъявите, пожалуйста, квитанцию пока. Платите, да? А понимаете, вот у нас не состыковочка финансовой затруднений. Вот когда проплатите, будьте любезны, приходите. То есть, в общем, вывод такой. Нужно платить. Нужно платить. Как-то вот, даже вот, ну пусть пожилые люди есть у них, наверное, дети, внуки. Вот как-то что-то решать. О чем мы речь? И жилье-то останется не городу. Даже на жилье есть у нас. И то они уже определенные эти квартиры, понимаете. Наследник там уже обговорен. И ему достанется квартира. Поэтому нужно искать варианты. И здесь еще такой вот ракурс в этом платеже. Вот некоторые ссылаются. Вот, например, вот я здесь живу, а квартира-то оформлена на кого-то. Вот пусть на него квитанции выписываются. А так у него не бывает. Квитанция. Счет у рекоператора открыт на квартиру. Конкретно. Независимо. Петрова, Сидорова. Какие коммунальные услуги. Вот приходят квитанции, просто так, как вас подали по информационному листу, что ваша фамилия числится в квитанции. Независимо, кто там проживает. А оплата идет на счет конкретной квартиры. Да, вот сколько интересных деталей узнаешь, пока вот не коснешься. Еще знаете, какой момент хочу уточнить? Есть такие жильцы, которые, может, и не платят, но это один аспект. А вот начали работать, например, трубы меняют. И он говорит, да я вот только ремонт сделал, обои там, или плитку уложил. Сейчас вы мне тут все просверлите, и я и не пущу вас. Вот есть у людей такое право у собственника жилья? Не пускать бригаду капитального ремонта к себе? Вот эти соображения. Есть. Или вот как-то нужно тоже регулировать. Нет, регулируется. Вот у меня сейчас рядом дом 12-й пошли. Не пускают. Ну, она недавно с ней говорит, ну, кажется, подходишь с советом дома, открывает на тебя квартиру, не пускаете, пишите расписочку. Вот, да, тоже важно. Что я такая-то, такая-то, такой-то, такой-то. У меня все сделано, отказываясь от услуг капитального ремонта. И все, что-то случится, вверх-вниз залили. Отвечаете вы собственной квартирой и своими собственными деньгами. Пожалуйста. Она мне там начинает прям визжать. Нина Ивановна, успокойся. Приходишь. Нет, вызываешь участкового. Присутствие участкового составляйте, пишите расписочку. Не пишут, акты рисуем. У нас все это есть, все продумано. Мы все уже заранее свой путь проложили. Да, ну у вас вот и опыт такой большой. Вот еще какие-то вот ошибки, которые нужно избежать. Вот порекомендуйте. Вот с чего вы начали, столкнулись. А вот знали бы, был бы опыт, не было бы этого. Как с жильцами работать, как с подрядчиками, как с региональным центром, как с управляющей компанией. Вот элементарное дело. Вот когда начинался капремонт, и у меня тогда возникало вот везде, на всех сборищах везде спрашиваю, почему цена огульная? 750 рублей квадратный метр. Ремонт фасада. Я говорю, элементарное дело. Вот пятиэтажный дом. Он хрущевка, кирпичный дом, силикатный кирпич. Вот там сделать ремонт фасада. Но если вы утеплите, все равно расходы не такие будут. И наши дома. Штукатурку старую нужно сбить. Прошед, дранку не будем вносить. Заново оштукатурить. Проложить серпянку. И вторичный слой штукатурки проложить. Расходы больше? Больше. А цена одна и та же. И когда мы с Людмилой Николаевной разговаривали, я говорю, мы вот, и то, что в это, я говорю, когда вот все это сделали, вышли с ремонтом в завершающий этап, мы собрали общее собрание жителей и решили, что за свои деньги мы приобретаем металл. А так как в смете заложена была покраска старых экранов, то они нам покраски не будут производить, а установят нам наш металл. Ваш металл, ваш экран. Чтобы были новые экраны на всех одинаковых лоджиях. И еще дополнительно выставить кровлю. У нас козырьки стоят, но они деревянные, так как дом. Сделать кровлю. Это мы все приобретали за свои деньги. Понимаете? Вот у них сейчас это в смете проходит, что они... Мы заложили. Вот. У них это пройдет по смете, по общим деньгам. И потом вот до 15-го года расценка была 750 рублей квадратный метр. Вот сейчас новые расценки от 26 августа 15-го года, где уже квадратный метр 806 рублей. Да, ну естественно. Вот оно немножко, ну извините меня, да, все дрожит, но это все равно большая разница. И когда кучка денежек аккумулируется, на нее можно сделать что-то большее. Да. Ольга Ивановна, я удивляюсь, как хорошо вы разбираетесь вот и в металле, и в конструкциях, во всем. У вас какое-то профессиональное образование техническое? Или как так получилось? Ну так. Или это вы вот уже вникли вот в это вот и стали таким асом? Вот. У меня подрядчик иногда спрашивает, говорит, ну Николай, а какой у вас образование? Да, потому что это же нужно разбираться. Ну, вы знаете, я потому что, я говорю, а почему вы спрашиваете? Ну, она говорит, приходят некоторые председатели, они молча берут эту смету, даже не это сам. А вы тут еще задаете вопросы и хотите получить такие ответы. Ну, я поворачиваюсь, конечно, на шутя любя нарушена архитектурно-строительная. Вот, как повезло вашим жильцам. Ну да, а если где-то вот экономическое считать, вот приходят подрядчики, значит, вот был у меня такой случай, значит, 450 тысяч, он там половину сделал, половину нет, и говорит, у меня деньги кончились, я больше делать ничего у вас не буду. Я говорю, стоп, стоп, давайте считать, считаем, считает, он и говорит, вы что, экономическую академию кончили? Я говорю, представьте себе, ну, то есть, это самое, потом начинает это вот то, то не так, это я начинаю говорить, так, ну, сейчас давайте, по юридическим вопросам пройдет, а вы что, юрист? Ну, то есть, знаете, против нашей воли приходится вникать во все это, знать все СНИПы, все ГОСТы, все жилищные кодексы, даже все эти кодексы состава, это самое, семьи, понимаете, все вот это, потому что бывают такие ситуации, что их надо решать. Я вот еще хочу, знаете, ваше мнение насчет чего спросить, ведь есть альтернатива, либо обратиться в региональный центр, да, вот по капремонту, либо свой дом, свой счет на своем доме организовать, вот как вам кажется, потому что некоторые же пошли на это? Кажется, пошли, на открытие спецсчета пошли дома ЖСК и ТСЖ, понимаете, это совсем другая категория. Да, нам муниципалям первое время не разрешали даже открывать СНИП. А мы на каком основании откроем? У нас нет никакого статуса, мы просто муниципальное жилье. Вот и как вам тогда работа с региональным центром? Насколько тесно вы сотрудничаете, что от вас зависит, что от них? Или все идет вот как-то вот... Очень тесно сотрудничать. А если не будешь сотрудничать, ничего от них не получишь, и контакта не будет. Вот я не то что хваляюсь, я могу поделиться, значит, я всегда при встрече обхожу и говорю, так, товарищи, платим мы за капитальный ремонт, да-да-да. Ну, я просто знаю, что некоторые квартиры не оплачивают. И прихожу и говорю, слушайте, вот а почему вы не оплачиваете за капитальный ремонт? А там бабушка 92 года и говорит, ну, это она просто живет в зятевой квартире и говорит, а мне зять сказал, как вот наш вот капитальный ремонт сделает, мы тогда оплачиваем. Я говорю, нет, стоп, вот из-за вас таких может наш капитальный ремонт сдвинуться на задние года, вам это нужно? Нет, нет, нет. Завтра вызываю дочь и оплачиваю. Прибегает дочь, унесли, оплатили. Одна квартира есть, конечно, там квартиранты, они сами в Германии. Связалась с Германией, я говорю, товарищи, Людмила Николаевна, приезжаем в апреле и в мае, мы все вопросы решим, все оплатим. То есть с квартирантами у них договоры только вот это вот, это капитального ремонта нет. И вы на контроле уже держите. Естественно, у меня все квартиры практически это самое. А просто вот даже домовой комитет, так вот я провожу собрание, вы знаете, все-таки нам интересно, а вдруг кто-то не платит? Я сейчас по решению вашего собрания сделаю заявку на рекоператора, какие квартиры не оплачивать. Да, рекоператор имеет право. Может такую информацию, да? Без фамилии, все, допустим, у меня есть 6, квартира такая-то, не идет оплата. То есть я уже все равно знаю, какая сумма у меня висит на доме и какие у меня долги, и что будет дальше. То есть мы вот это все отслеживаем и все следим, потому что жители, и я как представитель, мы заинтересованы, чтобы дом был сделан, отремонтирован. А дальше уже, как мы будем расплачиваться, я им сказала, то дальше через 10 лет получим что-то другое, что нам очень-очень важно. Не будем мы платить до конца жизни 35 лет, мы не получим никакого ремонта, пока мы не расплатимся вот за это все. То есть люди понимают. Вот в дополнение к этому. Сейчас, Танюш, минутку. Вот в дополнение к этому, не 10 лет, а вот согласно вот этого... Нет, я просто так патрировала. Вот согласно этого дополнения, если дом финансово обеспечен, то есть, ну, есть там какая-то небольшая задолженность, то на момент выплаты где-то до 80% от затраченной суммы, жители дома имеют право уже подавать на другой вид работы. Понимаете? Не то, что как изначально было оговорено, почему люди все восприняли в штыки. Было оговорено, что вот утверждены виды работ и что вот это 30 лет платить. Да, да, да. И всех это шокировало. Понимаете? Особенно пожилых людей, которые говорили, что зачем мне это нужно. А когда вот сейчас они внесли ясность в дополнение о том, что все не так сложно и не так страшно, будут систематические выплаты, не будет задолженности на доме, значит, дом имеет право претендовать на другой вид работы. То есть, жители должны быть заинтересованы сами в этом. И побыстрее пройти. И раньше сдали, раньше получили. Мне заинтересованы одно, второе все-таки доводить до них надо. Они все-таки вот есть действительно, ну старое поколение, малопонимающие или просто не то, что непонимающие. Ну вот по тому принципу, что не доживу я. Я говорю, ну ваши внуки, правнуки, кто-то остается в квартире, они доживут все равно. Продадут они ее, но дело в том, что будет задолженность, вы ее не сможете набрать. Даже не продадите. Да, даже не продадите. Теперь я своим говорю, вот продаете вы квартиры, покупаете, смотрите по капитальному ремонту. Вы продали, купили, и там остался долг. Вы будете его оплачивать. Обязательно спрашивать. Мало того, что оплачивается, так на него еще насчитают пение. Естественно, пение. Да, вот сколько таких нюансов. Да. И связано много с деньгами. И вот еще по контролю за качеством. Ну вот я поняла, что вы специалист, вы разбираетесь. А вот, ну вот как это все проконтролировать? Потому что вот могут написать одни в смете материалы, да, использовать другие, допустим, там, или еще что-то. Вот как это все? Нет, у нас этого не было. У нас жители, вот я контролировала, да, но у меня две дамы в доме, которые ежедневно переписывали, вот стройматериалы хранились в подъезде, чтобы их не расставить. Они ежедневно переписывали. Марка такая-то, столько мешков. Марка такая-то, вот столько. Это негласный контроль есть. То, что контроль должен быть. Это однозначно. Не будет контроля, не получится ничего хорошего. Такой вот момент, знаете, контроль контролем, отношение подрядчиков к жителям, к самой работе, вообще, вот насколько они вежливые, насколько они работают, вот не пришли, ушли и не дождешься, все развалили и не убрали. Вот как это все проходит? Вот, вот, был вопрос задан, а какое у вас образование? Вот они приходят ко мне, я начинаю с ними разговаривать, они мне говорят, наверное, начальником работали. Я говорю, в смысле? Ну, вот вы говорите так, что это, ну, как-то нельзя уже по-другому делать. Вы работали в этой среде знаний. Да, нельзя уже по-другому, правильно. Вот они пришли к нам, бригада, мы им предоставили сарай. Да, вот что нужно? Мы им предоставили сарай, где они раздевались, да, от того, что протянули удлинители, чтобы, ну, люди все живые, извините меня, за рабочий день и чай не попить хотят. Они никуда не уходили с территории, здесь вот были. То есть все стройматериалы складировались частично в подъезде. Мой сарай был задействован под завязку всем. То есть все было на контроле. У вас взаимодействие тоже. Друг другу навстречу. Вот чтобы не один туда, жильцы здесь, а не там. И вот там завалили, развалили. И даже вот потом ребята пришли, вот уже тут суббота, завтра выборы. Вот они мне частично сделали экраны на лоджах, а металл старый сняли со всех лодж. И говорят, ну, вам давайте до понедельника. Я говорю, ребят, да вы что? Я говорю, завтра день выборов. Я говорю, ну, как-то нужно поаккуратнее с этим делом быть. Ну, как вот быть? Ну, вот уже скоро, ну, ведь еще не потемнело, давайте. И опять вот попросила нормально. Когда ты по-человечески относишься к людям, все равно есть отдача. Да, вот ваш главный рецепт, я поняла. Человеческие отношения и со своими жильцами, да, где вы можете вникнуть. Только так. Там и в проблемы, и позвонить лишний раз, и сообщить, и уговорить, и поговорить. И с теми же работниками, которых тоже люди, от которых тоже очень много зависит. Здесь вот у нас элементарное дело. На 14 сентября дом был сдан. Ремонт прошел, все. А в начале октября у меня выгорает комната в жилом доме. Вот ведь что? Все может произойти. Все, вот понимаете? Это вообще жуть какая-то была. Стоял подъезд, ну, естественно, после пожара. Минутка, Ольга Ивановна, у нас осталась. В общем, если коротко, то, в общем, ситуацию решили, да? Решили, конечно. Опять же, при взаимодействии. Вот именно, что когда ты с человеком нормально общаешься, и, ну, как, взаимопонимание есть, то пойдут тебе на уступки в любой момент. И найдется общий язык с кем угодно. Спасибо большое за то, что пришли, поделились своим опытом. Я желаю вам, чтобы и в дальнейшем у вас все так же гладко и хорошо проходило, и чтобы жильцы были активнее, и платили лучше, и работники тоже придерживались всех ваших рекомендаций. Спасибо еще раз. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.